Май. Горячий месяц для Турции. Что вы знаете о космосе? И наконец-то люди стали понимать, что не Солнце движется вокруг Земли. Молодежь. Двигатель прогресса. Вручение дипломов докторам и кандидатам наук. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Камиля Глякберва. В Национальном исследовательском университете ИТМО в Санкт-Петербурге с 3 по 6 апреля состоялся международный конгресс молодых ученых. Участие в нем приняла студентка первого курса Института психологии и образования Казанского федерального университета Василиса Красикова. Первокурсница представила жюри исследования на тему воспитания патриотизма и гражданственности детей через создание буктрейлеров. Доклад стал лучшим в секции «Человек. Социум и наука в истории и в современном мире». Предвыборная гонка в Турции в самом разгаре. В мае в стране запланированы парламентские и президентские выборы. Как приход к власти нового президента отразится на отношениях с Россией, разбирался наш корреспондент. Отношения России и Турции всегда были неоднозначными. С одной стороны, государства поддерживали довольно выгодные торговые отношения на протяжении нескольких столетий. С другой, Османская империя неоднократно поддерживала противников России. За всю историю существования двух держав между ними произошло 13 войн. Восемь из них в целом были успешны для России. Однако времена меняются, и сейчас страны активно сотрудничают. В основном это связано с экономической сферой. Помимо этого, главы государств достаточно часто проводят переговоры, как по телефону, так и в очном формате. Это то, что отношения России и Турции в последнее время очень активно развиваются. Развиваются они на фоне общей ситуации, которая сложилась вокруг России. Поскольку сейчас большинство стран Запада ввели в отношения России различного рода санкции, Турция напрямую в этих санкциях не задействована. И поэтому очень многие торговые операции Россия имеет возможность реализовывать именно через Турцию. Один из лидеров предвыборной гонки, лидер партии Мухарем Инже, накануне заявил, что планирует выстроить с Россией более крепкие и доверительные отношения, увеличить товарооборот между Турцией и Россией. Также он отметил, что для государства особенно важны туризм и энергоресурсы. Действительно, в мае нынешнего года должны состояться выборы в Турции. Как говорят эксперты, выборы будут достаточно сложными, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, более 30 партий там принимают участие. В том числе, конечно, участвует и нынешний президент Турции Эрдоган. И его партия, партия справедливости и развития. Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Второй тур выборов пройдет 28 мая, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов. На пост президента страны баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган, Кемаль Кылыч-Дароглу, Синан Оган, а также лидер партии Мухарем Инжем. Вероника Гемранова, Универ-Ньюс. День космонавтики прошел в обсерватории Института физики Казанского федерального университета. Программа была насыщена фактами о космических открытиях и достижениях, а также интерактивными играми. Подробнее в следующем сюжете. В астрономической обсерватории имени Энгельгарда отпраздновали День космонавтики. Программу открыла выставка «Удивительный мир космоса». На ней были представлены поделки из пластилина, бумаги, лего и фольги учащихся школ и гимназий Казани. Также зрители увидели картины и стихи, посвященные значимым событиям из сферы космонавтики. Каждый житель нашей страны должен точно знать, что 12 апреля – День космонавтики, потому что это самый главный наш приоритет. Мы были первыми в космосе, первый спутник, первые животные в космосе, первый человек в космосе, самый длительный полет Титов совершал, первые женщины в космосе, первый выход в открытый космос и первые сфотографировали обратную сторону Луны. В обсерватории представили новый комплекс малых телескопов. Теперь посетители с легкостью смогут посмотреть на Солнце и Луну с помощью телескопа. Более того, благодаря современному оборудованию можно увидеть лунные кратеры, солнечные протуберанцы и их вспышки. Мы подготовили очень много различных конкурсов, очень много викторин познавательных, интересных. Также проведем большой флеш-моф танцевальный и думаем, что ребята с удовольствием проведут здесь время, так же, как и мы. Студенты Института физики Казанского федерального университета проводили игры для учеников школ и гимназий. Дети смогли узнать больше о планетах и их расположении. Также информативные стенды рассказывали о выдающихся открытиях космоса. Виктория Бабайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась встреча представителей студенческих объединений КФУ с министром по делам молодежи Республики Татарстан Ренатом Садыковым. Подробности далее. Накануне представители студенческих объединений Казанского федерального университета встретились с министром по делам молодежи Республики Татарстан Ренатом Садыковым. С каждым годом появляются новые объединения, которые играют важную роль в создании условий для приобщения студентов к гуманистическим ценностям, проявлению профессиональных качеств, развитии и реализации инициатив. Ренат Садыков рассказал студентам о молодежной политике и возможностях для молодежи в Республике Татарстан. Из приоритетов, находясь сегодня здесь, в федеральном университете, безусловным приоритетом в нашей работе, в будущем и сегодня остается работа со студенческой аудиторией. Потому что мы понимаем, что студенчество – это одна из самых активных категорий молодежи, которая всегда ярко и всегда очень конкретно обозначает свои интересы, и мы должны учитывать, безусловно, их в своей работе. Вся эта работа позволяет нашим студентам добиваться большим успехом во всех сферах деятельности, побеждая в научных конференциях, выигрывать в спортивных соревнованиях, занимая лидирующие позиции в творческих конкурсах, становясь лучшими общественниками на различных формах. Я сейчас не буду называть фамилии всех наших студентов, голода, победителей в каких-то конкурсах, вы их все знаете, много. И меня вот это, потому что их очень много становится, очень радует, значит, наше действие в молодежной политике, она правильная. И, опять же, молодцы, лидеры ее достают, сумеют, как они говорят. После выступления президента КФУ Рияза Минзарипова и министра по делам молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова в ход пошли сообщения председателей студенческих объединений. Учащиеся поднимали такие важные темы, как вовлечение студентов в общественно значимую деятельность, проведение мероприятий в рамках гражданско-патриотического воспитания, развитие кружкового движения в области науки и значение работы с иногородними обучающимися, их адаптации и вовлечение в общественную деятельность. Также у активистов была возможность задать вопросы министру по делам молодежи Республики Татарстан и поделиться идеями по созданию площадок возможностей для молодежи и их самореализации. Я представлял проект «Россия моя необъятная», он направлен на первокурсников и он рассказывает вообще о нашей стране, то есть ребята играют в различные квизы, что где когда, выполняют квесты, представляют регионы, то есть он патриотически и направлен на то, чтобы ребята знали о нашей стране как можно больше, потому что у нас очень интересная и самобытная культура и на данный момент еще не так много проектов, которые ее могут раскрыть полностью. Мероприятие завершилось подведением итогов встречи, вручением Ренату Садыкову абонемента на посещение студенческих мероприятий и награждением сотрудников КФУ ведомственными наградами Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Ксения Моисеева, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Музее истории Казанского Федерального Университета состоялось вручение дипломов докторам и кандидатам наук. Обо всех подробностях смотрите в следующем сюжете. В Музее истории Казанского Федерального Университета прошла торжественная церемония вручения дипломов докторам и кандидатам наук. Традиционно дипломы вручил Дмитрий Таюрский, первый проректор, проректор по научной деятельности, поздравив от лица Казанского Федерального Университета дипломированных ученых. Вручить дипломы докторов и кандидатов наук тем соискателям, которые прошли нелегкий путь, сначала по представлению своей работы в диссертационный совет при Казанском Университете, затем защита, ну а затем тоже непростая процедура, может быть она не всех касалась так напрямую, но аттестационные комиссии, которые есть в университете, созданы, они работают. 25 номинантам были вручены дипломы, которые представляли не только Казанский Федеральный Университет, но и другие образовательные организации Татарстана и регионов России. Путь к научным вершинам у каждого свой. Так, например, Станислав Голубев, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Казанского Федерального Университета, получил степень доктора юридических наук. Он уверен, что научный труд может иметь не только теоретическое, но и практическое значение. Вообще любая диссертация имеет не только практическое, но и теоретическое. Это заключено в положении фоносимых на защиту. Практическое пользование будет в том случае, если предложения будут реализованы в законодательстве, естественно, учтены поправки, изменения. Казанский Федеральный Университет входит в список вузов, которым предоставляется право своими силами создавать диссертационные советы по защите докторских и кандидатских работ, а также присуждать ученые степени. Вероника Гимранова, Фарид Захитоглы, Универтньюз. В Казанском Федеральном Университете состоялся финал Всероссийской Олимпиады «Я профессионал» по направлению рекламы и связи с общественностью. Олимпиада проходит уже в шестой раз и с каждым годом количество участников только растет. В этом сезоне поступило свыше 600 тысяч заявок от студентов со всей страны. Финалистам предстояло пройти несколько этапов Олимпиады. В ходе конкурса они получили опыт и знания в сфере рекламы и связи с общественностью. Победителям Олимпиады вручили льготы на поступление в ведущие российские вузы. На этом все. В студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok